Здравствуйте! Добрый день всем! Многим интересно узнать, а потому часто просят меня рассказать о профессиональном пути той части моей биографии, когда и как я решил создать новое направление в терапии, которое называется «Практическое биологическое декодирование». Если вам интересно, в этом видео я расскажу, с чего началась история биотекодирования и как я к этому пришел. Я родился во Франции в 1957 году. Когда я был студентом-медиком, занятия проходили в больнице, но учеба давалась с трудом, так как не было возможности общаться с пациентами. Позже появились сложности в этой медицинской школе, поскольку я проводил слишком много времени с пациентами, стараясь узнать как можно больше о людях и их заболеваниях. В какой-то момент мне сказали, что мой подход не верит, и тогда я решил бросить учебу и уйти из школы. Я продолжил вести активную жизнь, работал, изучал новое, и спустя несколько лет я решил вернуться к учебе, но уже в другой школе. Там я получил медицинское образование. В 1981 году я стал дипломированным специалистом. В клинике я бесплатно посещал пациентов, общался с ними. Мне хотелось узнать больше об их болезнях, чтобы разобраться во многих вопросах. С огромным интересом и вниманием я слушал лекции, беседы врачей и ученых. Я старался понять загадочную природу человеческого организма. Позже я познакомился с одной женщиной, врачом, от которой я впервые узнал о работах доктора Хаммера. Это немецкий врач, который утверждал, что в основе развития рака лежит причина эмоционального характера. На выходных я поехал к нему, чтобы познакомиться и больше узнать о его взглядах, теориях и гипотезах. Они показались мне достаточно серьезными и убедительными. Сам доктор Хаммер оказался прост в общении. Он вел себя без какого-либо высокомерия. Наоборот, проявлял к собеседнику внимание и интерес. И мне понравилось. Мне понравились его взгляды и рассуждения. В 91-м году в своей врачебной практике я стал использовать его гипотезы. Каждым пациентам подтверждалась их правильность. Они оказались эффективными, но я заметил, что у них также есть слабые места. Во-первых, в терапии доктор Хаммер использует диагностику эмоциональной причины появления болезней. Но что происходит потом, когда мы находим причину конфликта? В качестве практического решения, с которым я не согласен, доктор предлагает что-то изменить в жизни, поменять работу, партнера или место жительства. Я считаю, что причина проблемы находится внутри самого пациента, а не снаружи. Это основное, в чем мы расходимся. Однажды от своей знакомой я узнала об НЛП. Она убедила меня пойти на курсы по НЛП и сдать экзамен на право преподавать эту технику. Благодаря этому обучению я познакомился с идеями доктора Эриксона. Об этом я упоминал раньше. Они показались мне действенными, глубокими и эффективными. Также я понял, что идеи Зигнета Фрейда были только теоретическими, а не практическими. А доктор Эриксон – это психиатр, который эффективно применял свои техники именно на практике. Я начал обучаться гипнозу и использовать его приемы в поиске симптомов болезни. Так, под влиянием этих двух ученых родилась идея создать биологическое декодирование. Затем я стал постепенно отходить от теории доктора Хаммера. Я хорошо отношусь к этому человеку, но понимаю, что его суждения довольно ригидные. Тем не менее, при всем уважении к его труду, я понимал, что в какой-то части его гипотезы могут причинить вред. В общем, по этой причине я отошел от его теорий. В 1993 году появилось биологическое декодирование. В этом же 1993 году я познакомился с Марком Фрише, психологом из Парижа. На практике он с большой изобретательностью показал мне взаимосвязь терапии и новой парадигмой, которая состоит в том, что у болезни есть биологический цикл. Также он рассказал мне о программирующих моментах. Таким образом, он является создателем теории биологических циклов и теории программирующих моментов. Важным этапом стал 1994 год, когда я начал проводить курсы по биодекодированию. Материал для курсов представлял собой сочетание результатов работы этих трех ученых, чтобы с максимальной пользой работать с пациентами. Так появилась школа, где я сегодня продолжаю принимать пациентов. В терапии используются эффективные техники, которые помогают пациентам достигать отличных результатов.